Дебат последний остался, он будет честно, несложно, надеюсь, он будет простым. Мы будем говорить о прекрасных вещах в нашем ходе, о том, как работать более эффективно и как делать что-то прекрасное в ходе этой работы, потому что, на мой взгляд, Java стремительно проставит новыми технологиями, а такой простой степь, как делать что-то прекрасное, некогда ходить, остается немножко за скобками, и вот давайте об этом сегодня поговорим. Да, немножко удивительный факт о докладчике. Я довольно давно занимаюсь работкой, получаю как-то оборудование, я не могу остановиться. Я знаю, что у многих сейчас такое Big Data, Scala, я до сих пор еще в Java, и в Сониско не могу, потому что у меня такая проблема-то есть. Я большой любитель Agile, XI, когда давным-давно, в обычном году, я начинал как-то тренировать процессы, если кто-то помнит, что это такое, то, в принципе, противоположность такая у нас самая. И да, я помню такие вещи, как Java 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1. Все это я еще помню, вот эту вот книжку про новую пищу, я читал. Качество нашего кода. Мы все девелоперы, мы пишем код, и вот, начиная эту презентацию, я хотел здесь, вначале, дать какое-то определение качества кода, которое будет не емкое, простое, как, знаете, как... 4 пункта, вы их читаете, и они переворачивают ваше сознание. Вот, примерно такое же определение качества кода, я их пытался найти. Их, реально, существует много, вы можете много говорить сами. Некоторые из них очень академические, некоторые имеют какую-то практическую ценность, но они как-то все, все реально далеки это делал, они, на меня как-то говоря, они идеальны. Давайте подумаем, вот, что делает ваш код качества? Просто работа. Не слышу, Charles? То, что он работает. Первое, да, самое главное, он должен работать, согласен, это самый важный у вас спект. Кто-то правильно. Какие еще у вас спекты важные? Читаемый. Должен быть читаемый, так? Рефакторинг. Рефакторинг. Что рефакторинг? Я имею ввиду, что код можно отрефакторить и уничтожить весь остальной проект. В самом рефакторинге не имеет ничего качества кода, но это важный аспект работы над вашим кодом. Я согласен, пройтись рефакторинг. Легко поддерживаем. Мы это наберите нашего кода, да. Если мы работаем в большой команде, один человек пишет код, другой в апдеке, третий его читает, эти люди должны правильно понимать, да, согласен. Если у вас команда трех человек, то, наверное, можно не поддерживать его. Чуть-чуть. Какие еще варианты? В одном. Вот оттуда, откуда это была реплика? Не должен задрачивать много ресурсов, а прикладное количество ресурсов. То есть, перформанс и эффективность кода? Да, да, согласен. И вот Калат Ударев? Маленький объем. Маленький объем, то есть, его элегантность, лаконичность. Да, да. Да, да, согласен. В принципе, из тех определений, которые я нашел, есть такое довольно смешное. Наверное, мелко это видно. Я прочитаю. Я думаю, что качество это код, который вы читаете. Вот. Весь мой код... Это определение делает весь мой код хорошим. Мне это определение очень нравится. Вот есть такое... Мы тоже плохо видим, да? Это знамилкое определение качества кода. Да. На этом проекте, наверное, очень плохо. Единственный настоящий метрик качества кода — это VTFs. То есть, вот видите, здесь более-менее хороший код, тут два VTFs, да? А вот тут вот код плохой, тут новый VTFs. Мы только сегодня поищем VTFs. У нас будет возможность и PSI. В принципе, наверное, чтобы вам улучшать ваш код, вам не нужно иметь идеальное определение качества кода. Вы можете работать из-за этого. Если вам необходимо иметь какое-то определение, имеющее практическую ценность, то, ну, в принципе, мы его обсудим чуть позже. Мы пытаемся его дать и обсудить. Да, несколько слов о проекте, потому что многие решения, которые будем обсуждать, они будут специфичны для конкретного проекта. Этот проект довольно стандартный, мне кажется, для сегодняшней, для современной авторской индустрии. Он находится на месте деплотации. Наверное, сегодня у нас осталось мало проектов, которые находятся на лотации. Он состоит из Java backend для трех клиентов, которые написаны не на Java. Это тоже современная тенденция, что все меньше и меньше холтенда пишется на Java. Сегодня каждое уважаемое себя приложение имеет версию для iOS и для Android, безусловно. И у нас нет клиентов, есть уже написанное Word.js по программам приморки. Наш backend состоит из VTFs. В принципе, эта связка, наверное, все еще остается достаточно стандартной. Наверное, если вы не работаете над GPD, я вижу, тут много фанатов GPD. Если вы не находитесь в области микросервисов, это тоже отдельное царство, то где-то эта связка у вас важна в том или ином виде. Вместо GPA у вас может быть string data или noise scale, вместо string data у вас может быть что-то еще, какой-нибудь другой директор, возможно, у вас вероятность и пятая, но в целом эта связка, она такая достаточно стандартная, если я не ошибаюсь. Вот у кого, например, GPA есть в проекте? Есть люди, которые используют GPA, Abernate и Clipslink? Всего лишь один. К сожалению. Хорошо. String data и выше string data, да? Отлично. Кто использует string в проекте? Какой-то таких людей. Тоже не так много. Здравствуйте. 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 Около 10 тысяч человек. То есть я понимаю, здесь фанаты бигдейта собрались сейчас. Возможно. Да, мы делаем около, сделали за 3 года около 10 релизов, то есть мы в среднем выпускаем релиз за 3 месяца, это тоже, в примере, фундаментная плод эта цифра. Мы не для Ops, но в принципе наши релизы достаточно, достаточно короткие, и да, у нас несколько лица подпасных во всему миру. Да, это довольно сандартный проект, и вот примерно так все выглядит, да. Вот видите, вот там вот мы вот копаем. Этот слайд я чаще всего показываю заказчикам, когда они приезжают на новость. Всех заказчиков интересует качество, когда мы заходим в разговор о качестве, в качестве кода, в качестве работы девелоперов, то обычно заказчик говорит такие фразы, как «Давайте писать код без ошибок», «Давайте вы не будете внять код, билд на Jenkins'е, либо NMC», «Давайте делать код релизу». Что еще? Один заказчик сказал, «Давайте использовать PDT», и это будет решение всех ваших проблем. В принципе, вот эта тирамида более-менее показывает, где мы начинаем строить качество, и как мы его строим. Мы начинаем, да, с сильных тестов, дальше делать интегрэйшн тесты, какие-то другие тесты, адсептность тесты, и там в самом верху пирамиде у нас есть manual тесты. Чем выше мы идем по этой пирамиде, тем менее наши тесты надежны, потому что их сложнее выполняли. Они дороже стоят, то есть дороже стоят, дороже стоят, их выполнить и сложнее автоматизировать, и мы получаем эффект более-менее. То есть если вы сломали закономители, и вы в течение 50-ти минут узнаете об этом от Jenkins'а то если вы сломали manual тест, то могут пройти дни, недели, возможно, в некоторых проектах это будет месяц. Вот для многих проектов даже сегодня эти пирамиды выйдут вот так. Надеюсь, это не про ваш проект. То есть они используют очень много ручного тестирования, но практически не используют ими тестирование первой тестирования. Кто строит эту пирамиду? Кто? Какие команды выучены по строению этой пирамиды? Это, наверное, в принципе, зависит от нашей организации. Вот у нас это примерно так происходит. Вот есть developing team, они делают integration, есть automation, они различные аппараты строят, есть manual test team. То есть в принципе, эта пирамида ответственна всей команды, не только develop и кей. вся команда ответственна за качество вашего продукта, за качество ухода. Пять простых шагов, как сделать так, чтобы качество стало неотъемлемой частью вашего биотопроцессора. Вот что-то у нас объявилось. Он был сереньким, и на этом проекте не видно. Я изумляюсь. Тут были пара строчек заселены. Я попытаюсь начать с того, что они означают. Да, здесь мы говорили в первых строках, это точка, это текст, да? Мы говорили про то, что нам надо, для этого проекта делать какую-то дилсиску, ну, механизмомонаживающую систему, да? Есть различные инструменталии, которые это делаются. Вторая точка, это у нас Continuous Integration, и Continuous Деревья. Да? Есть много инструментов, которые это позволяют делать. Эти два пункта, мы про них говорить сегодня не будем, потому что, в принципе, они необходимы для того, чтобы начать любой проект. В принципе, да? Мы поговорим про следующие пункты, а именно, автоматизация тестов и выполнение тестов на какие-нибудь совершенные серии. Я знаю, много проектов, где тесты есть, но они запускаются время от времени, девелоперами ручной. Они не работают на какие-нибудь совершенные серии. Это большая проблема, это очень-очень печально звучит. Continuous Codex Section и Quart-Ply Standard. Вот про эти три вещи мы поговорим, если у вас есть проект, то, скорее всего, вот в нашем проекте должен быть хороший. Да, еще раз вернемся к нашему, нашему системе. Вот она стоит из лейеров, да? The Access Layer, Business Logic Layer и Examination Layer. Если мы говорим про тесты, которые мы можем применять к таким лейерам, то картина будет примерно такая. Мы можем писать или тесты, наверное, для всех лейеров, да? Мы можем делать integration тесты для уровня GPA. Вот бизнес логики. Тут еще есть провайзеры, принципы коннекторов к нашим системам, но они есть, наверное, сегодня во всех системах в том или ином виде, потому что сегодня все системы интегрируются с какими-то другими системами. И да, собственно, тесты для SAP PR. Давайте о них немножко поговорим. Начнем с юнитеста. Если что-то непонятно, то спикеры перебивать можно и нужно. Так будет интереснее. Да, юнитесты, все знают, что это такое. Они тестируют классы методов изоляции от других классов, да? Наверное, есть у нас в аудитории превелокеров, которые не пишут юнитесты. Код пишет, юнитестов не пишет. Уже таких людей, как правило, нет. Потому что, действительно, сегодня юнитет 9 забирает админ, их уже не осталось. Да, на сегодня стандартная работа диэлэфера это вот где-то 50 на 50. 5 процентов код, 50 процентов юнитеста, 80, 50. Если вы пишете гораздо больше кодов, чем юнитестов, можно по такому задуматься. В принципе, примерно соотношение должно быть 50 на 50. И вот есть еще такая штука как кавердж, которая является важным методом для качества кода. И вот с каверджем есть определенные нюансы. Могу открыть вам секрет. В принципе, в Project Manager они не очень хорошо понимают как и сколько нужно делать переписать юнитестов. Они понимают, что эти тести нужны, да? Потому что, если какие юнитесты есть, то, скорее всего, в коде будет меньше базов или вообще не будет. Но как они должны писать и сколько? Ну, у нас же не очень чувствуется in control, да? Этой ситуации. Они говорят что-то вроде давайте писать свои юнитесты, юнитесты необходимая часть нашей работы. И тут появляется такая метрика, это конкретные временные показатели. Процент открытия вашего кода тестами, да? То есть, это конкретное число. Вы можете его измерять. Если я могу его измерять, я могу этим управлять. Правильно? Вот менеджер снова back and control, да? Они чувствуют, что он снова на коне, приходят к вам и говорят, да, давайте, товарищи, сделаем coverage кода в нашем проекте 80% или 90% или 100%. Я верю, вы сможете это сделать за 2-3 недели, за 4 недели. Не может быть короткая была ситуация. Что чаще всего случается в такой ситуации? Есть команда BIEL, им сказали, надо поднимать coverage. Может быть, команда делает выемки, если менеджер не дает это сооружение, то надо его исполнять, не обсуждать. Времени не мало. Товарищи, допустим, сейчас 300%, сделайте 80% за 2-3 недели. Но, в принципе, про качество самих тестов ничего никто не говорил, не было поставки задачи. Поэтому coverage начинает расти. Расти как на дрожжах, быстро. Даже слишком быстро начинает расти. И кто с такой ситуацией сталкивался? Начинает он расти за счет тестов, которые называются лично зеленые тесты или тесты неваляшки. У нас сегодня был зеленый тест, теперь у нас лично зеленые тесты. Что такое тест неваляшки или лично зеленые тесты? Давайте рассмотрим тест, в принципе, из каких частей приведет хороший мини-тест. В нем обычно есть следующая часть. Он тем или иным образом говорит, какую фиксию вы тестируете. Он делает фиксию цвета. Кто знает, что такое фиксия? Все пропишут тесты, это в своем ином виде. Это подготовка вашей системы к запуску тестов. То есть это какие-то тестовые данные либо другие способы подготовить систему к тому, чтобы выполнить ваш тест. дальше вы вызываете фиксию, которую вы тестируете. Называется стимул. То есть палочкой фиксию протестировать. И вы верифицируете результаты выполнения, то есть что они соответственно ожидаемы. если в вашем тесте есть все эти четыре части, вторая часть опциональная, есть еще клинат, но я боюсь, на него тоже опциональный. Если все эти части есть, то скорее всего ваш тест хороший, но вы написали очень много шансов хороший качественный тест. Давайте посмотрим некоторые тесты. Я сразу скажу, что это тесты из реальных проектов, то есть где-то в Индии сидит разработчик и пишет тесты, чтобы понимать coverage. Во-первых, в этом тесте много тех самых ETF-ов, здесь есть код, который проверяет, а собственно запускает тест или нет. Давайте не думаем запускать, потому что плохое настроение. Здесь есть загадочная проверка конструкция. есть конструкция, здесь у нас любой из тестов случается в ходе нашего теста. Мы его кетчим, пишем stacktrace и все. В принципе, по определению этот тест он вряд ли когда-то упадет. Это тот самый тест неваляшка. Он состоит из каких частей? Он состоит из сетапа наших тестовых данных. есть фича, которую мы тестируем. Но и все, верипайк такового нету. Этот тест будет выполняться, он будет поднимать каучш, потому что такое в вашей системе вы вызываете. Он никогда не будет падать. Фактически примерный ваш. тест более лаконичный. Надеюсь, это уже видно. Тоже фича, есть сетап тестовых данных. Что-то проверяем, но какую фичу мы фистируем, реально непонятно. Тест фистируем. Заработчик хотел сказать в комментариях, что он еще о чем-то думал, но о чем догадаться тяжело. Еще более лаконичный текст. Фича и верипайк. Все. приобретающих вашу штeterm� OR ство Миня如此. В этом тесте похоже есть спичел, а если мы сетапим какие-то тестовые данные. Даже разработчик знает, как это и это фич, он так Tubel и кроет intertwined. Мы после этого вывернем эту пицу, но опять забыли что-то проверить. Что этот тест проверяют, непонятно совершенно. То есть, резюмируя, что такое вечно зеленые тесты, в принципе, во всех репортех данных тестов они считаются. Менеджер, ваш ПЕ может гордо отрепортить своему менеджеру, что в нашем проекте за три месяца количество данных тестов мы подняли с 1000 до 5000. И, соответственно, все репорты про каверидж вашего проекта, которые не писали, ваши проекты выглядят очень хорошо. То есть, ваш наш кидовоин, он, может быть, даже эту машину купил на годовой бон, туда себе. Эти тесты никогда не падают. Тесты, которые никогда не падают, это, в принципе, хуже, чем вообще никакой тест. Думайтесь в это. И да, в этих тестах есть много ветерков, их можно и стать. Как правило, в них отсутствуют те или иные запчасти, то есть, у них не хватает каких-то запчастей ваших. И вот ваш менеджер, да, он, наверное, может быть довольно счастливым в этой ситуации. Вот так, наверное, примерно вы себя видите в этой ситуации. Что-то прошло не так, да? Вы не спите ночами, думаете, как же мы будем бороться с этими самыми тестами неваляшками. В ночь не спите, в день не спите, в день не спите, а потом приходите к команде и сообщаете им решение, да? Вы говорите, давайте использовать код review, ну, и review коды, и тестов. Это понятно, это, наверное, да, мы об этом поговорим чуть позже. Давайте убьем всех мутантов. Давайте перестанем писать тест на Java. И вот тут ваша команда показывает лёгкие признаки беспокойства. Вот, сошёл с ума, да? Предлагает убивать мутанты, писать тест на .NET, наверное, предлагает. И тот, кто уже пошёл себе обновлять, кто-то вызывает слою. То есть, команда в рассеянности. Давайте начнём с мутантов. Что за мутанты и зачем их нужно убивать? Один из примортов для mutation testing, вот, в принципе, наиболее популярный сегодня, это TIFF. Идея таких примортов, она просто для безумия, но и достаточно эффективная. Сначала вы ранее даже тест на вашей системе. Просто ранее, так. Потом, при помощи этого приморка, вы применяете к вашему коду, не к тесту, к коду, ряд тестовских мутаций, которые изменяют его поведение. Они изменяют его поведение, ну, совершенно произвольным образом. То есть, у вас всё предположается компилиться, собираться, но вход уже с поведением изменён. Это важно. После этого вы снова запускаете свои тесты, но уже на мутировавшем ходе. Что должно произойти с хорошим тестом, в этом случае? Он должен упасть. Он должен упасть, правильно. А что может сделать плохой тест? Те тесты, которые по-прежнему проходят, то есть, которые выжили, это не тесты, это мутанты. В принципе, это те же самые, что те тесты-неваляшки, ты их называешь мутантами, и вот их как раз и надо уничтожать. Потому что это тесты, которые ничего не тестируют на самом деле. Такие приморки очень эффективно позволяют эти тесты находить и, собственно, их уничтожать. Наверное, тоже плохое, да? Просто простой пример. Я запустил кит на одном из модулей нашего проекта. Был тут лайн-каverage по тестам уже очень плохого, 14%. Мне просто было интересно, сколько из них будут реальный каверидж. Вот кит мерит мутейшн каверидж. Это каверидж тестов, которые не играются мутантами. Вот видите, было 14, стало 3. Вы говорите, что было плохо, но на самом деле у нас в щелку. На самом деле у нас теста практически нет вообще. Вот такой простой пример, который показывает, сколько наши коллеги из Индии могут принять тестов. Хорошо, вот хороший простой тест. Это мы переходим к тестам на .NET. Почему мы будем писать тест на .NET? Тест довольно, в принципе, хорошо написанный. В нем есть все четыре запчасти. Здесь есть спича, которую мы тестируем. Здесь есть сетап тестовых данных. Тут используем, видите, экстримы, лямбды, то есть макита-морки. То есть все, в принципе, делаем довольно хорошо. Вызываем пичу, которую тестируем, и там дальше проверяем результаты. То есть используем hardtest матчеры. То есть довольно элегантный строгий код. Вот вопрос к вам. Те люди, которые не занимаются Java-девелопментом, они могут понять, что этот тест делает, в принципе. Те, которые не пишут Java-код. Наверное, если у вас есть... Наверное, могут, да? Тяжело будет реально, да? Но Java-девелопмент, для того, чтобы понять, что этот тест делают, приходится несколько минут. Наверное, человек, который Java-кодируем не занимается, это реально сделает, но это будет тяжело, да? Реально тяжело. И вот видеть степы в этом тесте, все четыре степа видеть, в принципе, человеку, который код на Java не пишет, и вообще потом пишет, да? Ну, в каких работах? Или он занимается бизнес-анализом? Ну, это не очевидно, да? Давайте посмотрим. Фактически тот же самый тест, написанный на Spotify. Во-первых, кодов 2,3 меньше, благодаря Navi и Google. Во-вторых, в принципе, есть степы, но они достаточно очевидны. Наверное, опять локарина, я их так покажу. Здесь мы опять определяем, какую пищу мы кистили, мы уже не видим название метода. Здесь уже мы пишем строкой, что именно мы кистили. Здесь довольно много текста, который может прочитать любой человек. Дальше у нас сетап идет. Сетап при помощи Google делает создание просто. Мы вызываем фичи. Опять говорим, какую фичу мы тестируем, каким образом. То есть тут может написать что-то все что угодно, и это может прочесть любой человек, который не занимается Java аккодированием. Ну, дальше верификация. То есть, во-первых, это BDD-стайл, это очень круто, потому что ваш тест, это уже не только лутерчик-коды, которые понимают только билеты, это юно-релизл и диктбл-сэкцифейш. То есть это спецификация системы вашей, которые могут понимать и читать люди, которые не занимаются калибрами. Это круто. И да, ВСКОП, в принципе, позволяет нам использовать DSF, BDD, для того, чтобы ваши тесты были эффективные и лаконичные. Ну, в принципе, я считаю, что СКОП это самое хорошее, что произошло в мире юнит-тестирования за последние несколько лет. Раньше было много холиваров на тему того, что лучше G-Unit или Testing G. Холиварили, холиварили, холиварили. О достоинствах СКОП здесь можно вкратце узнать. Но вообще, я вам рекомендую, начните использовать юнит-тестирование на СКОКе, и останется будет тяжело. То есть вас будет тяжело заставить снова использовать G-Unit, Testing G. Кто-то может уже использовать СКОК-тестер? Есть такие люди? Если вы до конца презентации будете поднимать руку, то это очевидный зачет. Ладно, с ними тестеры разобрались более-менее понятно. Давайте про основные тесты наше поговорим. У нас еще есть и integration-тесты, и REST API-тесты. Давайте про уголовые. Следующий у нас на очереди integration-тесты. Integration-тесты, по моему мнению, сильно не оценены сегодня. В принципе, ленин-тестирование занимаются практически все проекты. Если развивается разработчиками других проектов, общаться с ними на интервью, все знают, что такое unit-тесты, что такое G-Unit, Test Engine, все рассказывают с новостью про питчи, которые есть в этих инструментах. То есть на сегодня разработчиков этого не пишу, что нет тесты, уже найти тяжело. Но когда спрашиваешь, ну а как вы тестируете ваш GPA-лэйр, потому что чаще всего все-таки он есть, как вы тестируете ваш CX-лэйр, то вопрос встречает обычное непонимание. Вот пример integration-теста для GPA-класса. Этот тест использует... Надеюсь, этот код хорошо идет. Если нет, я опять объясню, что он делает. Да, этот код использует Spring, Test, Context и DBA. Здесь, на первый взгляд, у нас, собственно, антое фото находится, он короткий, да, есть очень много всяких разных аннотаций, которые разрывают мозг всякой тайноферии. Как работает этот тест? В нем, на первый взгляд, нет тех самых четырех запчастей, про которые мы говорили, поэтому, на первый взгляд, этот тест должен быть плохим. На самом деле, эти четыре части есть. Просто за вас многие эти запчасти реализуют прямод и обережь активирования, которые вы используете. В данном случае, это вот Test, Context и DBA. Он может быть или любой другой прямод, который вам нравится. Как выполняется этот тест? Сначала вы говорите, что этот тест будет выполняться к клинговым брайнерам, да? И стартуя ваш тест LAS, вы вот из этого контекста тестово стрингом создаете стринг, который вы там указали. Дальше, так как у вас есть чудесная аннотация транзакционов, это атрибут опциональный, в принципе, то стринг, начиная узнать ваш тест, начнет транзакцию, это важно. Затем вот эта вот аннотация будет доверена, что вы используете DBA. И вот здесь вот у вас сказано, что вы хотите перед началом теста загрузить вот этот XML-датасет DBA в вашу тестовую базу. То есть этот тест будет использовать реальную базу, реальный клипсинг, реальный склинг с реальными данными. Загружается вот этот тест на датасет, да? Выполняется, собственно, ваш код, который делает изменения какие-то данных в вашей базе. И сам DBA после этого проверит, что содержимое базы после выполнения теста соответственно на датасет, вы видите вот этот сет, который вы можете получить. Сам DBA проверил, у них нет ничего у вас спрашивания. И после этого вот, так как она называется, стоит такая стринг, стринг транзакцию вашего кафеджа делает ротбэк для того, чтобы вернуть данные к исходному состоянию, то есть каким-то образом выяснить свойства и для ответственности вашего теста. То есть эти четыре шага есть. У нас есть специфицирование фич, на которые мы тестируем, есть сетап тестовых данных, вот они здесь есть, да? То есть есть, собственно, фича, которые мы тестируем, есть валютация, она все есть. Другое дело, что вам, как разработчику, все эти четыре запчатчики выяснить и демонтируют ручную без необходимости. Тест для всех тест-лейеров выглядит, как правило, проще. Вы можете, как у нас стринг, то вы можете использовать стринг от контекста, либо напрямую локоть бедный при помощи мопитом локов, либо других, он мог прям локов, который вам нравится. Здесь вот видно, или не видно, что вот там используем кое-кде моки, их сетапин, их сетапин, потом называем тест-фич, а потом, что обстоятельно. То есть, несколько тестов для всех плеера писать гораздо легче integration-тесты. REST-тесты. С ними все шеет еще хуже. Но REST для многих проектов это удар де-фактор при построении API. Сегодня мало кто делает API при помощи часов, EPS-серверов, ибо других, каких-то технологий. Но сегодня практически все проекты используют для этого REST. REST это либо формальный контракт между вашим бэк-эндом и клиентами, либо это контракт между вашей системой и другими системами, с которыми вы интеллируетесь. В принципе, в этом контракте довольно высокая важность. Важность вам летать, да? Несмотря на это, проектов, которые используют REST-тесты, даже ручные, их катастрофически мало. Вот по моему опыту я общаюсь с людьми. У кого есть REST-тесты в проекте? Молодой человек, подниму деньги. Три человека, подниму деньги. Отлично. У кого эти REST-тесты прогоняются не в ручном режиме, отлично. У кого они прогоняются на континнистр рейшн сервере? Jenkins, Bamboo, TeamCity? REST-тесты или вообще? REST-тесты. Мы про REST-тесты говорили. Два человека подняли руку. Есть люди, которые дошли до того самостоятельно, это очень круто, таких проектов очень мало, которые не просто делают REST-тесты, не просто их автоматизируют, а прогоняют их на континнистр рейшн сервере. Да. Прежде чем такие тесты сделать, вам надо ответить самому на ряд вопросов, наверное, какие вы будете, будете ли вы их хранить в контейнере или нет, будете их писать на Java или на чем-то другом. Наверное, если выбирать, на чем их писать, то это может быть обычный чтепиклайн, но это не очень хороший вариант. джерст-тест фреймов, да, можно. Есть скринга REST и BLADE тоже нормальный вариант. Можно тоже SPOK, у него там есть в игрубе хороший чтепиклент, у нас есть фанатка, которые так делают. есть такая чудесная библиотека REST TEST. Есть в этом списке то, на чем вы их делаете? Скажите, вкратце неинтересно. Мы, в принципе, используем REST TEST, это тоже хорошо известный тул. Обычно он используется QA-team, потому что этот тул не требует знания от Java. А так как REST TEST в принципе сам по себе не зависит от Java, то нету небольшой необходимости для REST TEST используем Java. Поэтому да, CLO-PI он также может быть использован для повторения унициальных тестов вашего REST API, но также лог тестов и спирит тестов. Важно не столько то, какой инструментарий вы используете для того, чтобы делать эти REST TEST. Важно, чтобы эти тесты у вас были, но прежде всего если у вас REST API, то важно иметь автоматизированные тесты на REST API. И второй аспект, который часто остается за скобками, как выравните ваши тесты. Тесты могут быть continuous regression тесты либо continuous delivery тесты. Вот на этой картинке это довольно хорошо видно, я надеюсь. Continuous regression тесты вы что-то коммитите в систему версионного контроля, ваш continuous regression сервер начинает билд, стартует билд, билдет билдет, и во время билда запускает линии тестов и regression тестов. Все тесты, которые происходят на этой фазе это continuous regression тесты. Дальше вы при помощи каких-то магических тулов, либо при помощи дипломистов рептов, либо при помощи чего вы называете автоматизированным режимом, вы диплоите то, что у вас билдилось на QA environment или несколько QA environment и дальше на QA environment полностью разъем эту систему и снова подвергаете всевозможным видом тестирования. Обычно на этом этапе уже тестирует кейль-команда. То есть, если вот эти тесты это обычно девелатели команды, занимаются ими, то это уже кейль-команда. чаще всего. Сейчас модный дебокс, там все перемешалось, но традиционная структура команды. У нас есть три человека, которые запускают REST-тесты вот здесь, это круто. Чаще всего проекты, которые имеют REST-тесты, запускают именно вот здесь. Почему важно запускать и здесь, и здесь? В чем отличие? Как правило, когда вы разворачиваете сложную систему, интерпресс-систему, у нас следует многих компонентов. Там есть базов-дамы, там есть какой-то сервер, чаще не один, да? Там надо все настроить, сконфигурить, чтобы оно все заработало. Когда вы разворачиваете такие тесты, они валятся, вот здесь вот, да? Чаще всего проблема не в подних вашей системе, а чаще проблема в конфигурации вашего инварминга. То есть в 90% случаев, когда такие тесты валятся, проблема в конфигурации, потому что инварминг правильно сконфигурирован. Здесь же, наоборот, вы тестируете ваши тесты как такой маленькой песочнице, прямо на Jenkinsi, да? То есть на Jenkinsi вы поднимаете всякие полы для того, чтобы ваши тесты не имеют реальной базы, нет реального тамката. В этой песочнице конфигурации практически нечем сломаться в конфигурации. Когда это тест валятся, то, скорее всего, это уже код. То есть фокус вот этих тестов на тестирование правильности вашего кода. Да, вот для того, чтобы сделать такой фокус на Jenkinsi, приходится использовать какой-то CD container, чтобы ваш тест ранить, какую-то базу, вот мы используем memory-базу, HSP, то есть те же самые тестовые дата-сеты, потому что тесты должны быть по данным прогоняться. Да, и после этого используем mind-plagin-deso.pi, чтобы эти тесты ранить во время mind-билда на Jenkinsi или на Machine Developer. И, в конце концов, да, по REST-тестам, также как и по IND-тестам, можно собрать coverage и запаблишить этот coverage в snap field. Кстати, о нем давайте поговорим. у нас есть много тестов, так мы написали unit-тесты, integration-тесты, REST-тесты, мы достигли хорошего coverage, то есть, в принципе, мы убили всех мутантов, то есть, в принципе, на этом этапе мы, наверное, можем с большой долей верности сказать, что наш код, он, в принципе, работает более правильно, да? то есть, наши тесты позволяют достичь главной метрики качества кода, код работает правильно. Откуда мы знаем, что наш код не спагетти-полк, да? Его могут другие разработчики понимать, открыть и читать, что он каким-то конечным следует. Для этого у нас есть всевозможные инструменты статического анализа кода, их много, я только некоторые здесь перечислены. Мы используем standard view, наверное, он тоже популярный, инструмент для аналитинского инспекции. Молодой человек и поднимаете руку, нет? Чекстайл, файнбакс, что еще? Не standard view, ну, все, кроме основных. Да, ну, мы чекстайл, файнбакс, тоже использовали, потом решили, что standard view есть это все. В принципе, он делает все то же самое, что эти тулы, он также тест кавериш может показать, у различных анализаторов, всевозможные метрики, такие, как комплексы сети вашего кода, квалифиндекс всевозможные. Плюс у него есть больше ста плагинов, которые делают все, что угодно, включая плагинов с этим тулом, который мы перечислили. Если вы его не видели, как он выглядит, надеюсь, будет видно. давайте немножко посмотрим. Нет, это невозможно. У меня здесь очень много всевозможной полезной информации. Поверь мне на слово, ее много, она полезна. Это epic fail просто. да, это стали просто пропустить. В принципе, нет, все равно ничего нет. Главное представление на слово, в том, что да, там информации много, она вся полезная и она помогает разработчикам работать эффективно. Вот на этом этапе вы уже можете сделать то, что мы пытались сделать изначально, определить стандарт качества кожи конкретно в вашем проекте. Вот в нашем проекте он примерно так выглядит. В принципе, ВМ, ну, довольно добрый, то есть он требует до сверхзадача ставить девелоперам. Каверич 50%, давайте будем замахиваться на 90% и 100%, потому что будет тест на неваляшку. Нету просто дикейшн, так это логично. В контексте какие-то методы, то есть количество логических стейтенов в вашем коде в каждом методе должно быть в среднем не больше четырех, иначе у вас будут методы на несколько страниц. И новый блокер critical and measure код. Опять же, Slack позволяет вам довольно быстро проверить ваш код. комплайнт и не комплайнт. Надеюсь, этот слайд будет видно. Нет, это все бесполезно. Прямо в сценарии вы можете зайти в любой класс и проверить, там есть все цифры, которые говорят от вашего комплайнт, и видите, окей здесь третий, вот комплайнт. Адрес проверения у нас, извините, переделайте слайд. На моем кабиле все было классно, конечно, на проекты отличная ошибка. Мы уже почти-почти в уцеле, но не хватает несколько кирпичиков в нашей термии качества. Вот мы столкнулись с этой ситуацией, у нас есть санар Q, портал, в нем есть возможность глядить качество кода, мы их измеряем, их паблишем, но разработчики их не используют. разработчики, во-первых, нету эффективных, комфортных инструментов, чтобы использовать эти вещи, но в целом нет мотивации. Вы просто получаете ежедневно задачу, что она делает какую-то фичу, вы ее делаете, коммитите, пишите тесты, но где-то далеко портал, в него заходите какие-то проблемы, но чаще всего не заходите. У нас была такая ситуация разработчики в Киеве, в Украине, в Индии, в Штатах, и как-то портал не использовался, нужно дать, во-первых, средства, во-вторых, мотивацию. Давайте немножко это задаем. Какие средства можно дать разработчикам? Можем сделать так, чтобы анализ хода либо при помощи чек-стайла был прямо у их диетов-заборчиков. То есть, либо Dcups, либо IntelliJ IDE, там есть плотины, которые это умеют делать. Необходимо также делать анализ как минимум в IDE, желательно чаще, чтобы эта информация была всегда в IDE. Потому что, если у вас анализ хода месячной давности, он вообще не будет его использовать. Эта информация может быть интересна менеджера номера рабочка. Наконец, немножко добавить мотивации, рассылать на всю команду киа-тим, девелопер-тим, менеджер подвалить репорт, о них немножко сейчас поговорим. Ну и в конце концов, самый последний этап это кода EV. Вот, если вы используете плагин для Eclipse, то он вам покажет для конкретного класса, какие он нашел кодинг-ищу, да, критикал на мышечной нашли, да. Если вы встанете предварительный Eclipse, то он вам покажет, что восходим Eclipse находится вот здесь. Видите, здесь блокен возвращает, его возвращает канал. С точки зрения сонара, это критикал подвалы, сонара, то есть не может метод возвращать нам в этом случае, это плохо. Вы можете также прочитать описание того, что именно было в вашем IDE, это удобно. Репорты. Вот если такие репорты приходят на весь хим, то в рабочках появляется мотивация. Сонарклит имеет довольно мощный портал, где все конфигурируется, администрируется, настраивается, но он имеет еще более мощный REST API, используя который можно найти плагин, который будет выбирать все ваши метрики и показывать изменения каждой метрики по сравнению с предыдущим билдом. Здесь нашли все эти метрики, которые мы говорили. Видите, Coverage, Duplicated Lines, Contractions Method, Coding Pitch, они тут все есть. Мы меряем их в момент последнего билда, где-то было 3-го мая, в момент следующего билда, 4-го мая. Измеряя их 3-е мая, 4-е мая, мы можем посчитать декту и очень удобно графически отобразить у нас качество ухода в проекте, как за день поменялось. Вот видите, в данном случае мы посчитываем PowerRoll агрегатный квалитингекс, у нас есть формат, как это делается, я не думаю самому сочините на проверке. Но, в принципе, вот качество проекта в целом за один день выслал 0,1%. Ну, мелочь, но приятно, да? Более того, такой порт шьется для каждого коммита в системе разделного контроля. То есть здесь есть номер коммита, который он сделает. Можно посмотреть автора, можно посмотреть какие-то измерения. И для этого коммита видно, что это коммит довольно хороший, здесь все практические показатели качества выросли ухудшился. То есть в целом качество кода после этого коммита выросло на 1%. Когда разработчики получают такое письмо, менеджер получает такое письмо, что он понимает, что разработчик, который это сделал этот коммит, он пишет точный код где-то там. Зачем вложу в эксперт. Вот, к примеру, плохого коммита. То же самое все разработчики в Индии коммитят постоянный код. Если менеджеры постоянно получают вот такие вот рекорды, потому что его коммиты в 7 раз качества ухудшают, еще на 4%. Наверное, повод отрефакторить и задуматься над тем, почему тот дракончик пишет такой код. Это добавляет мотивации. И наконец самое последнее. Коды ревью они во многом похожи на ручные тесты, в том смысле, что они сидят на самом верху нашей пирамиды качества. Не построив фундамент пирамиды, делать код ревью это не единственное. Это как делать ручные тесты, не построив нет тестов, это конечно тесты автоматизировать. У них очень много общего. То и то это ручная проверка качества нашей системы рекорда. Их довольно трудоемко выполнять. Они очень сильно зависят от человека, которые делают. Некоторые девелоперы делают бодвиги очень качественные, очень быстро. Некоторые наоборот медленные допускают кучу ошибок. И с этим полночатся сделать. Это зависит от человека. Фидбэк, который мы получаем он занимает круто время. Это как для мануэлл теста. И если у вас процесс построен плохо, то это пейн в общем-то. Это чаще всего пейн. И девелоперы будут делать процесс построен плохо. И есть положительные стороны, что это education, это нахождение проблем, которые чаще всего инструмента не могут найти. И это фан если процесс построен хорошо, то и то является фан. Давайте сделаем наш фан это несколько если вы не маленькая команда из двух-трех человек, используйте для этого код мы используем код коллаборатор, есть много других тулов. Я знаю Plasinger это хорошие в принципе тулы для водоревью, они им пользуют большие практики этого процесса. Используйте ваш водоревью процесс рейсов нету тестов, нету ревью, простое правило. Нет смысла ревью, который не будет доказано, что он работает официально правильно. Вот function есть если снафтью говорит, что снафтью говорит, снафтью говорит, качество кода не выполняется в вашем коде, вы сможете делать код ревью. Используйте ваш код палец стандарт. И да, в конце концов, покажите, что вы любите ваш код, что время, например, вы видите, тогда вы счастливы. Вот хорошие вам кода в качестве уминарного и красивого. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня есть вопрос. Почему у вас в КИБе вы видите? Насколько я знаю про этот фреймборд, который позволяет тестировать состояние басы. Каким образом это возможно позволяет тестировать состояние басы? В КИБе тестировать если у нас используются не ротовские операции в базе, а когда у базе есть какие-то конструкции? Ким образом можно тестировать? В принципе, запуск ингрэкшн тестов на JetMins, на реальном городе или на реальном системе, это плохая практика. Для этого чаще всего используют InMemoryBuds, а другие InMemoryBuds. Потому что идея в том, чтобы ваш тендринг не зависел от других сайверовок. Если ваш орган упадет, на котором вы его используете, приложение сайверовки. Но денег нет, т.е. Q рабочий, он валится, начинается писать письма, а у нас выпал Q, а потом воробит, который упал. То есть, в принципе, если у вас очень много TTP, если приложить в конкретных процедурах, в тейдерах, то дату деминирова, наверное, не очень поможет. А здесь какие-то храньбодки, которые можно использовать? Проект ОМАНИКУ, ВАЭПНОПОДУКИ? Я не знаю. Сегодня, по-моему, большинство продуктов, они все-таки стараются поддерживать несколько базанов. Если вы используете TNT, а GP, то это очень просто сделать. Если вы пишете хранимую процедуру на Абибазе, какая-то, да, то у вас реально поднимательность. Сегодня я был на аминологическим процедурой E-Strend, вот реально. Я все меньше спал в тейдерах, проектов, которые использую. В Degas'е проекты, да, безусловно, там в Degas'е все это есть. Если вы зарабатывали проект с недея, то, скорее всего, это откажетесь, потому что сегодня прям MySQL, а не Primer X-казадар. Да. Так, кандидат МАУ спросил. А можно вас попросить вернуть слайд, там, где вы указали индикационный EPS с помощью скрин-контекста? Да-да. Там немного контейнера. Давайте найдем. Какой-то лучше определяться. Или может больше потом спросить, и все, что нельзя. Ну, спрашивайте об контейнере. В общем, что интересно у нас есть, это то, что там используется не просто скрин-контекст, и DBUnit, там используется SpringDBUnit Test. Это проект, который ведется к играми одним разработчиком, он не хостится ни под тегидой DBUnit, ни под тегидой... Какую строчку они идут, скажите? Да, строк 2, это будет Setup, строк 86, эксперт, вот это будет. Эта аннотация — это SpringDBUnit Test проект. Человек из Spring Community, я не знаю, кто на связи со Spring, или он там работает, или он там в компании, в общем, он один ведет этот проект. И... Этот проект долгое время был мертвым, на самом деле. То есть, вот и в утрам туда вообще ничего не ходили. И я вот сейчас посмотрел, на самом деле он ожил, как не стану, он там пару недель назад эту карту носил. И теперь мой вопрос. Есть вот такой подход, да, SpringDBUnit Test — очень классная штука. И есть Spock — тоже очень классная штука. Еще есть Unitiv, знаете? Да, знаю, тоже мертвая штука. Да, да. Урожая, они работают, с последним кибернетом и с последним SpringBone будут проблемы. Надо предусловно, то есть, простите. Так вот, да, Unitiv со Spock'ом классно лучше. То есть, можно использовать Spock и писать остальные инвентивы. Тогда у вас проблема, если у вас современные старшие технологии. Если старые, то оно сработает. Как вот эту штуку подожить со Spock'ом? Вы у вас направите, например, experience. Я, например, не смог подружить год назад, когда я попробовал это сделать. Я попробовал, потому что не работает. Ну ладно, у меня и так свой самописный велосипет есть, и продолжаю с ним. Он говорит, что хочется не самописный велосипет, а использовать community-driven такие вот штуки и там... Это для этого победа было. Однозначно. Да, вот SpringDBest Context, который мы используем, он долгое время дебюринт вообще не поддерживал. Это была большая проблема, потому что вот проект из Spring, есть у SpringBone собственный термой для тестирования, и нету дебюринта. Мы использовали долгое время ЕТИМС, либо стороннее, которое эту ген цикрывало. Как вы сказали, ЕТИМС почему-то, да? К сожалению. Но зато это жила вот эта лоббиблиотечка, которая дружит, которая позволяет дружить с SpringBone, при помощи дебюринт, и мы снова удовлетворили новые дебюринт тесты. Ваш второй вопрос был... Второй вопрос по поводу подкроете. Есть такая штука интересная, которую я, к сожалению, открыл недавно, потому что там люди и не знают. Кроме FineBone и CheckStyle, то есть в чем проблема этой FineBone и CheckStyle? Как правильно сказали. Нет мотивации, то есть обычно мы его ставим после компиляции, никто на них не смотрит. Ну окей, там сто упорнингов, мы поехали дальше. Мы пробовали делать более жестко, то есть на уровне компиляции мейбл, дистайвера и шах, и если у тебя есть какие-то проблемы с чем-то ставим кандбассом кандид, то просто крышится билд, и все. Это уже как-то более серьезно, но через пару месяцев работы мы эту штуку отключили тоже. В теории про мотивацию, есть классный период, как мотивация, то есть мотивация при помощи каких-то наказаний, то есть если вы не сделали что-то, у нас с вами случится плохое, но мы с вами с морковкой, да. Вот когда враги ронять бут, это мотивация плеткой, да. То есть если ты закрепите что-то плохое, то билд сломается, и скорее всего где-то бегут на лыжи и скажут, что ты плохой рабочий. Это мотивирует, это немедленная мотивация. Мотивация, когда... Все рабочие получают имена, и они могут соревноваться, а не соревноваться, у кого более качественный ход, потому что они имели очень правильный цель. Это мотивация положительная. То есть это стримовать на круг, но разработчики, я еще не пригласил, его зовут не слышали, но довольно нравится. А вот мой вопрос теперь. Обязательно у меня есть такая штука, как checker framework. То есть это фишка, которая позволяет расставлять амотацию вам, где вам надо, и внедрить как бы дополнительные аспекты в компиляцию. То есть, например, очень крутая вещь, там можно какие-то методы зааннотировать как not now, или наоборот какие-то методы зааннотировать и на этапе компиляции вы получите ошибку, если вы передали аргумент в этот метод и не проверили его на наоборот. То есть это очень в многом, очень похоже на код, спарк, подход к not point exception, например. То есть это обезопасит нас. То есть это не fine box check style, это прям такое внедрение в компилятор, в процесс компиляции, которое позволяет нам просто очень сильно защититься от not point exception, например. И плюс там есть еще, кроме это я, ну, компилинг приложил, есть not now, есть еще ряд других. То есть есть возможность расширять, то есть вы можете себе какие-то фишки написать, которые на этапе компиляции и прямо говорить, о, у тебя здесь проблема, я не скомпилирую такой. Это немножко похоже на вот этот вот наш агрессивный подход к fine box, когда мы встраиваем его на этап made and build, да, но все равно это не компиляция, это после компиляции. А вот эти фишки именно встраиваются в компиляцию. Вот у меня вопрос, вы пробовали его использовать? Потому что я не пробовал, мне хочется узнать, кто-то может использовал, и говорить, да, круто, используйте все. Я с вами немного не соглашусь. Статический анализ хода и проверка вторых параметров парандами при помощи аннотации. Нет, но кто-то говорил, что это не фронтайм, это все. Фронтайм? Нет. То есть фронтайм, да, если бы он какую-то эксекшен выкинул фронтайм и сказал, ой, это now, извини, от меня саму now. То есть фишка в том, что это встраивается прямо в компилятор. И если мы, например, напишем integer, integer t равняется now, и передадим вот этот t в этот метод, который мы зааннотировали над now, то у нас просто компилятор не пропустит эту статку вообще. Скажи, нет, извините, не можем это сделать. Если ты получил откуда-то что-то, не знаешь, оно может быть now или не now, компилятор тоже не пропустит. Скажи, проверь его, и если оно now, то что-то с ним сделай, преврати его в какое-то now. Ну, на этапе компиляции. Я к чему-то, что вот java и появляются такие штуки, она, правда, доступна с jdk7, то есть у jdk6 она не будет работать, да, и так далее. Но вот эти фишки, которые, за что они любят, как java, многие специалисты говорят, ой, у вас там новые, вы вообще отсталые, если у них, у вас на плане рецепшн, а у нас такой проблемы вообще нету, вот у нас новых нету, у нас все не now, и там их есть, и как-то, какая конструкция, которую ты должен еще постараться туда вставить, то есть по умолчанию все не now, а что появится now, тебе нужно какую-то там специальную штучку добавить, чтобы был now, то у нас now как бы повсеместно. И вот такие вот типа чеки, которые позволяют нам встать немножечко в плане безопасности и качества хода, ну, немножко выше на эту ступеньку. Но, к сожалению, у меня нет продажа опыта его использования, если бы узнать много. Есть еще такой комборг, тоже используем. Да, это отдельная дискуссия, да. АПЛОДИСМЕНТЫ